Магмазавр Дорогие друзья, представляю вашему вниманию интересный PvP-сервер Ark New Home с рейтами X5, включающий в себя все официальные карты в одном кластере и наличием модов, облегчающих игру. Взрослая адекватная администрация, мощное железо с выделенным интернет-каналом. На серверах используется правило, приближенное к официальным. Нет ограничений по застройке артефактных пещер. Нужные артефакты? Уничтожь всех, мешающих тебе их получить. Магазин с ежедневными бесплатными стартовыми наборами и наличием стартового капитала, а также необходимыми субнаборами и дешевыми артефактами. Ссылку на проект Ark New Home и розыгрыш в 500 реальных рублей ты найдешь в описании видео. Без лишних слов, поехали подробно обо всем. Внешне магмазавр напоминает огромную каменную хвостатую ящерицу, имеющую цвет раскаленных углей с ярко-желтыми лавовыми прожилками. У них выраженная воротниковая зона очень похожа на воротник трицератопса. Передняя часть головы имеет чем-то схожие черты с рипперами. Ну а также магмазавры имеют огромные размеры. Понятное дело, что эти здоровяки, являясь альфа-существами лавового биома Генезиса, имеют агрессивное поведение и будут атаковать тебя и твоих существ, как только увидят. Сражение с магмазавром очень непростое, ведь это весьма грозный противник, хотя и не универсальный. Но все равно, если ты не готовился к встрече и бою с ним, вероятнее всего ты и твои едино умрут. Первая атака магмазавра – это плевок шарам лавы. Это очень разрушительная атака не только для игрока и дина, но и для структур базы. Во время попадания шар наносит урон, плюс распадается на множество осколков, которые также наносят чуть-чуть меньший урон и оставляют на земле такие плямки лавовые и поджигают всех, кто к ним прикасается. То есть в течение еще некоторого времени ты будешь получать урон от горения. Этот шар может лететь по параболе на расстояние до 20 фундаментов в любом направлении. Игрок без дина практически гарантированно не переживет такого попадания даже от малоуровневого магмазавра. Вторую атаку магмазавра для удобства я назову жгучим пламенем. Если ты атакуешь магму в ближнем бою и оказываешься близко к нему, то магмазавр вешает на тебя такой дебаф, который будет отнимать твое здоровье до тех пор, пока ты не убьешь его или не отойдешь на достаточно далекое расстояние. Также у магмы есть обычная атака в ближнем бою рукой. Для игроков, конечно, она также будет опасна, но все же она наносит не такой большой урон, как в вышеописанной атаке. Ну и еще магмазавр может испускать фиолетовое облако, которое агрит всех диких существ рядышком с ним. В этот момент дикие магмазавры как-то начинают тупиться и в принципе они не представляют большой никакой опасности. Они просто стоят и тупятся некоторое время. Все вышесказанное наводит на мысли о том, что биться в ближнем бою с магмазаврами не очень желательно. Но есть нюанс, который заключается в том, что огнестрельное оружие наносит по ним чуть-чуть меньший урон. Поэтому эффективным оружием против них может считаться только блочный лук и хороший арбалет. Ну в принципе, наверное, не такая уж и большая по серии в уроне, поэтому можно стрелять и из огнестрела. Если речь идет о сражении с одним магмазавром, то можно попробовать его кайтить и бить копьем или мечом сзади. Из-за очень плохого радиуса разворота эта стратегия работает. Но если речь идет о зачистке логового магмазавров, где их обитает огромное количество, да еще и лава вокруг, то здесь вышеуказанные способы, конечно, не подойдут. Рабочими вариантами являются сражения на другом магмазавре, и то крайне желательно исключить лобовую атаку против кучи. То есть спрятаться за какой-нибудь там скалой или камушком в узком проходе и уничтожать магмазавров по одиночке. Из-за низкой скорости атаки группа магмазавров убьет тебя и твою магму достаточно быстро. Ну, если это, конечно, только не топовая магмазаврина у тебя. Но это реально рабочий и безопасный способ зачистки логова, при том, что передвигаться по лаве на магмазавре можно абсолютно безболезненно. Минус этого способа — медлительность, то есть требуется приличном времени. Второй способ сражения и зачистки логова — это молниеносное дерзкое нападение сильными существами, например, с парой сильных разнополых тираннозавров. Лава на генезисе наносит не так много урона, как на других картах, поэтому можно зачистить пятачок до ближайшего яйца, отвезти рексов обратно на безопасную территорию, взять яйцо и дождаться, пока сползут другие магмы и быстренько их перебить. В дополнение к этому способу хорошо себя проявляет ютиранус. Он может бафать рексов, делая процесс зачистки еще проще. Но в любом случае действовать нужно быстро, так как долго бегать по лаве среди магмазавров у тебя не получится. У меня сейчас три тег рекса по 30к хп и примерно 600 урона. На серых седлах и они замечательно все зачищают. Ну а третий способ сражения с магмазаврами самый простой. Забить на них и не сражаться, вовсе и убегать при встрече, куда глаза глядят подальше. После убийства магмазавра с него можно собрать сырое первосортное мясо, кожу и серу. Какими уникальными способностями обладает магмазавр? Ну давай разбираться. Итак, во-первых, это погодозависимый юнит. То есть чем выше температура, тем быстрее накапливаются его способности и тем выше наносимый урон. Все прямо пропорционально. То есть в лавовом биоме ему будет комфортнее всего. А вот в зимних биомах и под дождем магмазавру будет очень плохо. При попытке его зарядить будет написано, что неподходящая температура, либо же на него воздействует вода. Но, вопреки некоторым мнениям, в холоде или воде он не будет умирать. Просто чем меньше темпла, тем меньше силы. После приручения у него сохраняется возможность плеваться шарами лавы. Ребята, Софа и на Вике написано, что для того, чтобы он плюнул, требуется наличие боеприпасов, слитков металла в его инвентаре. То есть туда их нужно загружать. Но в одиночке, как бы у меня сейчас, по время записи, можешь сам в этом убедиться, слитки металла не требуются и работает все как бы зашибись. Требуется ли металл на неофах, я не знаю, я не проверял. Поэтому, если тебе что-то известно, пиши об этом в комментариях. Ну да ладно, погнали далее. При удержании правой кнопки мышки появится отметка, показывающая место приземления шара, а также появится полоса заряда слюны. Чем выше заряд, соответственно, тем больше будет нанесенный урон. Скорость набора этой полоски зависит от температуры местности. Чем больше температура, тем быстрее происходит ее заполнение. А если магмазавр тихонечко касается лавы, как бы чуть-чуть стоит там на мелкой глубине, то местами эта полоска заполняется практически мгновенно. А вот если он заползет в саму лаву, то пишет, что все, зарядка там невозможна. То есть типа как бы лава считается как вода, и в самой лаве он не стреляет и не заряжается. Вот тут-то хотелось бы остановиться вообще максимально подробно. Этот шар, эта слюна, может повреждать любые типы построек, включая тег. Пара таких великанов под прикрытием может очень быстро разрушить вражеские доты, без необходимости их разрядки, и просто вайпнуть базу соперника, из чего бы она ни была сделана. Также магмазавры весьма неплохо могут себя проявлять в обороне. Особенно хорошо они себя проявляют против вражеских элементалей, нанося по ним 100% урон. Поэтому с точки зрения пвп, магмазавр крайне интересное существо для обеих сторон. Прыгать магмазавры не могут. По нажатии на пробел магмазавр вешает на себя баф, который заставляет нападать на него всех существ поблизости, включая травоядных. Также можно активировать эффект, который я назвал жгучее пламя. То есть все существа поблизости будут получать урон. Для этого необходимо удерживать вторичную атаку и зарядиться на 100% слюну. А затем нажать на левую кнопку мышки, первичную атаку, обычный удар. Тогда шар не полетит, магмазавр начнет наносить урон всем, кто рядышком, и заряд будет медленно, потихонечку снижаться. Причем интересно, что этот урон не делает агрессивными других нейтральных существ. То есть, например, какой-нибудь дикий трайк ходит, никого не трогает, активируем пламя, трайк получает урон, но не реагирует. Напоминаю, что в будущем и к тому моменту, когда ты смотришь это видео, вообще разработчики могут что-то уже исправить, внести какие-то исправления. Еще одна интересная атака магмазавра – это массовый урон всем вокруг. Работает по аналогии с велонозавром, когда они раскидывают шипы вокруг себя. Только здесь магма раскидывает огненные камни. Для проведения этой атаки нужно зарядить слюну и нажать уже не левую кнопку мышки, а на С. В итоге получаем огромный урон по ближней области вокруг него. Дальше, что полезного рассказать про этого парня. В его радиальном меню можно включить плавку. Магмазавр превращается в мобильную костроплавильню и будет жарить своим инвентарем мясо, плавить металл, делать бензин и все прочее, что может делать костер и плавилка. Но при этом снижается скорость его передвижения. Скорость передвижения восстанавливается при атаке на правую кнопку мышки, но при этом начинает дико слетать еда. И без нее стрелять магма не может. Пишет недостаточно топлива. Еще странно, что дерево в уголь он не переделывает. Поэтому, ну, как плавилка, ну, такое себе. Седло магмазавра защищает от жары и от лавы. То есть ты можешь спокойно плавать на магмазавре в лаве и даже не убегать из вулкана во время его извержения. Главное, не слазить в это время с седла. Но вот лава во всех других картах, Рагнарог, Волгуэра, лава на центре, в пещерах Айленда, везде, в общем-то, слишком крутая для него. Исключением является разве что лава в жерле вулкана на Айленде. Там ему нормально. Питается взрослый магмазавр мясом, ягодами, камнями, да и еще много чем. Но вот амбра для него работает как целебное снадобье, повышая еду и здоровье. Плюс у нее нет кулдауна, поэтому отличить магмазавра можно ее очень-очень быстро, если она есть в наличии. А еще магмазавр очень хорошо фармит ресурсы. А именно камень, металл, дерево, обсидиан и солому. Кроме того, в его инвентаре металл и слитки металла весят на 75% меньше. Так что, по сути, это такая крутая анкила. Ну и напоследок, из плюсов магмазавра можно установить в режим турели для максимальной защиты твоего жилища. Но есть и минусы. У них низкая скорость атаки, они очень неповоротливые, они получают огромный урон при падении даже с небольшой высоты. Они медленно и не умеют прыгать. В принципе, вторичные уроны у них тоже не очень сильные. Подводя итогу вообще всему вышесказанному, магмазар все же, наверное, больше пвп живка и меньше пве. Вводятся магмазавры практически по всему лавовому биому, но приручить их просто так не получится. По аналогии со скальными дрейками, для получения прирученного магмазавра нужно забраться в их логово, украсть оттуда яйцо, инкубировать и вырастить малыша. Все как бы просто. Найти вход в логово поможет замечательный квест, который называется «Добыча яиц». Активируем его. Находим. И прямо рядом с маяком находится проход с фиолетовым свечением. Он ведет в центр вулкана, который время от времени извергается, уничтожая все живое. Поэтому не ходи туда во время извержения. Дальше. Пробравшись через кучки насекомых, артроплевр, скорпионов и летучих мышей, ты увидишь внизу пачки магмазавров, бегающих по лаве. Там внизу есть небольшие островки, на которых располагаются их яйца. Яйцо магмазавра имеет максимально 150 уровень, как яйца дейнонихов. Возможно, это связано с тем, что оба существа являются размножающимися. Исходя из стратегии боя с ними, ты мог понять, что можно получить их яйца разными способами. Первый способ – прорываться с боем, зачищая все логово и спокойно лутать яйца. Второй способ – бомжевариант, подходит для начинающих игроков и мне вообще он нравится гораздо больше. Тебе потребуется любой нормальный блатсталкер. Необходимо быстро переместиться прямо к яйцу, слезть с паука, схватить яйцо и свалить с места преступления. После успешной добычи нужно отнести яйцо домой и бросить его инкубироваться. Согласно Дододексу, инкубация занимает 5 часов реального времени. За это время нужно сгонять в лунный биом и подолбать зеленые камешки. Именно здесь с этих камней добывается ресурс – амбра, любимое лакомство магмазавров. Именно этот ресурс кушают маленькие магмы. И именно его время от времени просят для выполнения задания. Напомню, что взрослые магмы уже могут кушать мясо, камни и другую еду. Седло для магмазавра открывается на 95 уровне и создается из 125 цементной пасты, 150 волокон, 230 кожи и 400 слитков металла. Разведение магмазавров не совсем простое. Дело в том, что они могут спариваться, но делать они могут это только находясь в лаве. Практически целиком должны при этом находиться в лаве, то есть не просто там наступить на лаву. После спаривания они откладывают оплодотворенное яйцо, и вся процедура повторяется. 5 часов инкубации, почти 8 реальных суток выращивания и таскания амбры, и вот, наконец, игроки официальных серверов могут прокатиться на магмазавре. В общем, выращивание очень долгое. Кватать и перевозить магмазавра никто не может, но его можно запихать в криокапсулу. Распределение статов стоит производить преимущественно в здоровье и урон. Остальные статы уже по желанию, ну выносливости до полутора тысяч еще подкачать можно. Ну а на этом, друзья, у меня все. Спасибо тебе за просмотр, подписывайся на канал, приходи на стримы, где мы проходим Генезис и обсуждаем самую важную и актуальную информацию. Ну а тебе удачи в игре и реале. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok